Сегодня мне захотелось с вами поздороваться на итальянском языке. Надеюсь, что вам было интересно услышать, как я говорю на итальянском языке. Есть ли у меня акция? Конечно же есть. И сегодняшнее видео про покупочку. Покупочку я сделала в месяце май и купила я очень много нишевой парфюмерии. В моем городе закрывался магазин Дивине. Вот в таких красивых пакетиках я приносила домой вот это парфюмерное сокровище. К сожалению, этот магазин закрыли, и сейчас я вам буду показывать эту парфюмерию, которая находится в этих сумочках, пакетиках. Вот такие красивые, миленькие, маленькие пакетики. Видите, как красиво все обормлено. Очень приятно смотреть. Ну давайте будем смотреть мою покупочку, мою парфюмерию. Купила я с огромной скидкой. Берем вот такой большой пакет. В самом начале хочу показать два гель-душа от марки Le Maison de la Vanille. Le Maison. В Италии произносится Le Maison. Вот так произносится. На английском языке не знаю, на французском языке тоже не знаю. В общем, вот такие вот гель-души решила тоже купить. Одна баночка стоила всего лишь 5 евро. Раз уж я показала два гель-душа от этой марки, я вам покажу два аромата. Один аромат. Это у нас аромат. В общем, вы сами читайте. Я говорю, что не могу я правильно произнести название. Поэтому это на французском языке, я так понимаю, написано. Вот такое вот название. Этот аромат я тестила. И что вам хочу сказать? Очень похож на аромат от марки Terry Nugler Angel. Вот этот аромат. У меня 100 мл. Действительно шикарный аромат. Стойкость обалденная, шикарная. Несмотря на то, что это туалетная вода. То есть один аромат мы уже отставляем. Вот этот аромат я распечатала. И сейчас я достану флакончик. Я поносила этот аромат. Такая кремовая ванилька. Очень приятный, теплый, сладкий аромат. Но меня этот аромат не удушает. Поэтому я очень рада, что купила. А теперь, собственно, я жалею, что купила только одну банку. Можно было больше купить. Всего лишь за 32 евро 100 мл. Продавали. Боже мой. Красота невероятная. Я не могу. Одеваю очень часто перед сном. Это такое, знаете, расслабление перед сном. Приятное. Ой. Кремовая ваниль. Однажды я готовила отбивные. И вот это мясо надо было пожарить в оливковом масле. И в этот день я на себя делала вот этот аромат. Значит, готовила отбивные. Из куриного филе. И такое ощущение у меня было. Вот смесь вот этой ванили с оливковым жареным, поджаренным, разогретым маслом на сковородке. Вместе перекликались. Вот это оливковое масло. На мне этот аромат ванильный. И вот это вот все вместе. Я даже так иногда оборачивалась и думаю, от кого это так пахнет? Булочками. Вот. Булочками. Гурманный аромат мне показался. Булочками. Мне пахло. Думаю, жарю куриное филе. А тут чудится аромат булочек. Ну вот. Ассоциации какие. Дальше. Еще два аромата. Сумку отставлю. То есть пакетик вот этот бумажный от марки Дивины. Я отставлю сюда, потому что упадет. Вот таких вот два чудесных аромата я купила для себя, для мужа. Так как мой муж любитель почули, я не терялась и купила ему вот этот аромат интенсия почули. Очень красивый. Распаковывали, пока еще не наносил, не пробовал. И я тоже не хочу его пока пробовать. Но когда я делала тест вот этого аромата интенсия почули, мне понравился очень сильно аромат. Сейчас я хочу вам показать вот этот аромат. И мне хочется его попробовать, если честно. Потому что некоторые ароматы я уже открыла. И я могу два слова про эти ароматы сказать. Этот аромат не открывала. Но уж сильно мне хочется узнать, что же это за аромат. Роял Уд. Какой-то Удовый аромат. Был тест. И вы знаете, я как-то не захотела потестить. Потому что в этот день у меня было очень много ароматов на моей коже. То есть я сделала очень много тестов. Я подумала, что уже нет смысла его тестить. А так как цена была хорошая. Всего лишь 47 евро за 100 миллилитров. Я подумала, беру сразу. Потому что... Ну, потому что... Пусть будет. Давайте распечатаем эту коробочку. Я попробую его на себя нанести. В принципе, запечатан очень хорошо. Вот как. Все аккуратно. Все четко. Здесь есть арабские надписи. То есть... Это не значит, что это подделка. Так что арабские надписи Вас не спасают от того, что это может быть подделка. Это ничего не значит. Даже если есть арабские надписи. Я распечатала вот эту слюду. Сейчас мы будем доставать флакончик. Мне так интересно узнать, как пахнет вот эта ароматная композиция. Мне иногда уды нравятся. Но иногда и не нравятся. Я больше предпочитаю уды, чем пачули. У меня муж предпочитает пачули, а я бегаю за ароматами. Удовыми ароматами. Так что давайте. Красивая такая золотая бутылочка. Извините, флакончик. Красивый такой. Ой, аромат какой приятный. Мамма миа. Это уже все. Ммм. Да. Вы представляете, я еще не наносила этот аромат. Только распечатала упаковку. И отсюда уже издается такой приятный, красивый аромат. Я вам самому передать не могу. Вот какой флакон. Вау. Вау. Так. Сейчас я вместе с вами буду снимать воздушную заглушку. Воздушная заглушка, по моему пониманию, это что? Это должны быть два пшика в холостую. Боже мой, так красиво. Так, давайте сюда на руку. Значит так. Один, два, три. Идите на четвертый вышел. Вау. Вот удище. Он такой агрессивненький в начале. Вау. Он строгий. Строгий. Ой, он такой странный. Но он сильный. Он сильный. Да, его надо тестить. Ну, я что-то такое люблю. У меня сегодня чистые волосы. Мой ритуал. один пшик. Извините. Кусок плеча я вам показала. Но он будет переливаться. Надо ждать, пока он раскроется. Но это, я вам скажу, серьезный дядька. Не женщина, а дядька. Не каждая женщина его оденет. Но мужчина со вкусом, я думаю, оценит сто процентов. Какие-то смолы там есть. Но сейчас его очень сложно расчленить. Там есть, я забыла, как называется, какие-то смолы. Да. Я без слов. В общем, давайте я поставлю этот аромат. в сторону. Давайте будем продолжать дальше смотреть мою покупочку. Потом, попозже, что-нибудь скажу. Так, аромат, который сто процентов, мне нравится, сто процентное попадание в точку, это вот этот аромат от марки брюкот. Брюкот. Париж так вот снимает это все. Какая красивая упаковочка. И вот такой вот лакончик здесь находится. Вот я вам сейчас покажу. лакончик. конечно, его сейчас на себя наносить не буду, дорогие мои, потому что я его еще не наносила на себя, но это суперский сандаловый аромат. Это очень красивый, богатый аромат. это коллекционная линейка и вообще от этой марки я советую покупать ароматы из коллекционной линейки. Самое лучшее. Это супер-супер-супер аромат. Стойкость очень долгая. На одежде остается, одежда как благоухает красиво. Сандал такой дымный, какой-то в дымке он, ну, очень красивый. Когда начну его носить, сниму потом обязательно видео. И следующий аромат от этой марки, дайте я найду его, это роза галика. У меня почему-то в такой простой упаковке, потому что роза галика тоже упакована вот в такой красивой упаковке. Это почему-то у меня в такой упаковке. Но ничего страшного. Роза галика это такая маслянистая роза в вине настоявшаяся, то есть дымная. Я даже словами передать не могу, но в начале, когда я наносила вот этот аромат на мою руку, в самом начале, я слышала вот именно такую бордовую розу. Вот запах бордовой розы, вот именно вот это красивый бордовый. Ой, ой, какой он красивый. Ой, как он мне нравится. Все, я начинаю куда-то уходить. Я сейчас буду под каким-то наркотическим состоянием. Да, 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 это вообще это что-то такое красивое, я, боже мой. Ну, видео, вот это видео, как получится, так получится. Я переснимать не буду, это мои эмоции, это мои впечатления, это моя реакция, и, наверное, тоже очень важно снимать такие видео, чтобы вы видели мои эмоции, мою реакцию, и, я думаю, иногда эмоции и реакция человека говорит больше, чем слова, поэтому пусть будет так, как есть. Продолжаю дальше описывать вот этот аромат. когда я нанесла на запястье, да, я слышала вот такую бордовую, маслянистую, свежую розу, так красиво, потом, как будто ее посыпали каким-то сандалом, какими-то деревяшками, потом дымок какой-то, в общем, это надо пробовать. Вот эту красоту надо пробовать, словами передать сложно. Это вообще супер этот аромат. И очень рада, что я его купила. Я давным-давно уже хотела этот аромат купить и откладывала, и откладывала, то есть всегда у меня были какие-то другие планы. Когда увидела, что магазин закрывается, я себе сказала, надо идти, надо покупать, потому что буду жалеть. да, я хотела этот аромат, вот этот аромат я хотела купить еще тогда, когда не было скидки по полной цене, то есть вот так вот. И следующий аромат от марки Брэкот, надеюсь, что я правильно произношу, если нет, то вы сами читайте. это такая знаете слива, синяя слива, густая, насыщенная, но почему-то на моей коже вот этот аромат не очень стойкий. А еще хочу добавить, может быть, просто не его сейчас время, надо ждать зимы или осени. Хотя, когда я беру вот этот флакончик, открываю крышечку, я таю. Здесь такое приятное, ароматное это просто сладкий, сливовый. Ну, я затрудняюсь раскладывать по нотам. Скажу так, что этот аромат мне чем-то похож. это не клон, но чем-то похож от марки Christian Dior Poison. Старая версия. И не туалетная вода, а парфюмированная вода. Чем-то напоминает мне. Еще раз повторяю, это не клон аромата Poison. Дальше, дорогие мои, что хочу вам показать дальше, что есть. в этом большом пакете последний аромат от марки Carament Belle. Аромат называется So. 50 миллилитров заплатила всего лишь 17 евро. На сайте 50 миллилитров стоит 30 евро. Так что, если хотите, заказывайте. я пока не носила его на себя какой-то амбровый. Пробовала тестить, поэтому не буду я сегодня говорить про этот аромат, потому что я сегодня тещу аромат от вот от этой марки, вот этот, поэтому о, какая красота. Дальше еще один аромат достаю я из этой маленькой сумочки. В общем, сами читайте, мне сложно произносить название, я как-то пробовала, опять забыла, так что не буду я ковырять язык. В общем, пока я его не распечатывала, какой-то из них мне очень сильно пах мандарином. Таким натуральным мандарином просто словами вам передать не могу. Это моему это не тробле, это бланке, вот этот аромат. Так, пахнет красиво мандарином, такой мандарин красивый раскрылся на моей коже. Стойкость шикарная, супер. Здесь стойкость на моей коже чуть-чуть слабенькая, не знаю, или это зависит от того, что на сегодняшний день у нас лето. Будем пробовать осенью, зимой, что он собой представляет. Посмотрим. Дальше аромат от марки Караменте Белли, моя маленькая вторая сумочка. Называется Альфред Кафе. Вот такой вот аромат. Такие интересные упаковки. Видите, вот такие упаковки, как пачка сигарет. Альфред Кафе это мужской аромат. Со это мужской и женский аромат. Это у нас по-моему женский. это я не помню. Но для меня они всем прекрасно могут быть как и мужскими, так и женскими. Все от марки Брекот все могут быть мужскими и женскими. Унисекс. Я их не могу так разделять, потому что надо пробовать на коже, как он ведет себе на коже аромат. Последний аромат, который я вам хочу показать. Нет, не последний, потому что у меня еще один аромат. Сейчас я пойду его возьму. Это Carament Belly. Сейчас я вам показываю. Eau de Parfum 50 миллилитров. Называется Killim. Killim это по-моему мужской и женский. Унисекс. Это последняя коробочка. И вот это у меня аромат мужской. Очень красивый аромат. Напоминает мне от марки La Ligue. Как же он назывался? Сейчас не вспомню. Ой-ой-ой. Как же он назывался от марки La Ligue. И последний аромат от марки Carament Belly. Это у меня концентрация Essence de Parfum. пачули. Это настоящие пачули, сундуки, старая деревянная мебель на чердаке, то есть тараканы, называйте как хотите. Это такие серьезные пачули. И этот аромат я купила специально для моего мужа. Этот аромат унисекс. Сама люблю одевать иногда такой аромат. У меня есть пустой флакончик. Вот он. Когда-то мой муж пользовался, только у нас была парфюмерная вода, а так как в этом магазине раскупили вот эту парфюмированную воду, то мне пришлось покупать вот эту эссенцию, парфюмированную эссенцию пачули. Но они благухают одинаково, поэтому что было, то и купила. А вот эта пачулька какая красивая. Вау, обожаю. Люблю разбавлять с ароматом, ванильным ароматом. У меня есть ванильный аромат. Когда мы откроем вот этот флакончик, я сейчас открывать его не буду, потому что мы должны скоро переселяться из этой квартиры в наш дом. Поэтому собираю ящики, то есть чтобы переносить парфюмерию. Я не хочу срывать вот эту пленку, так как вот эта упаковка вот так вот снимается. Не хочу, чтобы потом оно где-то там заваляло, где-то там что-то повредилось, поэтому уже не буду распечатывать сейчас. Когда распечатаю вот этот аромат, обязательно вам сниму и покажу видео. Надеюсь, что это произойдет скоро. И напоследок, что же я хочу сказать? Хочу сказать несколько слов про этот аромат. Ой, он такой кисленький чуть-чуть сейчас. Уже не резкий, но очень стойкий. Стойкость здесь убойная. Несмотря на то, что у меня есть два флакона туалетной воды, там стойкость на все 200, то здесь стойкость на все 400. Вы уже понимаете, наверное, о чем идет речь. это качественная парфюмерия. Чувствуется, что здесь масло, хороший процент масел. Давайте я уже его шикую. Мне кажется, чем больше я буду носить этот аромат, тем больше он мне будет нравиться. такой необычный, вы знаете, необычный. Я даже описать его не могу, но он достойный. Есть какие-то деревяшки, слышу ли я уд? Да, да, уд слышится, но хороший уд, который, наверное, не будет вас раздражать. Меня лично не раздражает ничего в этом аромате, кроме того, что в самом начале он очень резкий, как я уже сказала, я уже описала, что я услышала в самом начале, но потом он немножечко успокаивается, смягчается и будет вас радовать, то есть не такой уж и плохой, наоборот. Так что, если вам хочется, присмотритесь к этой марке, к этому аромату. и на этом я с вами попрощаюсь, это были мои покупочки, которые я сделала в месяце май, надеюсь, что видео вам понравилось, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, и до скорой встречи, дорогие мои, увидимся в моих последующих видео, пока!